Весной 1943 года в военкомат города Омска обратилась 35-летняя женщина с требованием взять ее в ряды Красной Армии. Звали ее Октябрьская Мария Васильевна. Она уже не раз приходила в военкомат с просьбой отправить ее на фронт, но каждый раз ей отказывали по причине возраста и перенесенной болезни туберкулеза шейного позвонка. Командиры и сейчас хотели направить ее обратно, но Мария Васильевна настойчиво вручила им письмо, в котором было написано «Благодарю вас, Мария Васильевна, за вашу заботу о бронетанковых силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено. Примите мой привет». Это письмо не возымело бы на комиссию никакого эффекта, но под ним стояла подпись «Иосиф Сталин». Мария Васильевна Октябрьская в конце лета 1942 года получила похоронку на мужа. В ней сообщалось, что полковой комиссар Октябрьский погиб смертью храбрых еще в 1941 году в одном из боев на Украине. Он был сражен пулеметной очередью, ведя своих бойцов в атаку. С мужем Мария Васильевна прожила 16 лет душа в душу и после похоронки твердо решила отомстить врагам за смерть супруга. После нескольких отказов из военкомата отправить ее на фронт, Мария Васильевна пошла другой дорогой. Она решила купить танк. В ту пору по всей стране шел сбор средств в фонд обороны. Взяв довоенные накопления и продав все свое имущество, Мария внесла в кассу Госбанка все свои деньги. Их как раз хватило на покупку танка Т-34. После этого Октябрьская отправила в Кремль следующую телеграмму. Москва, Кремль, председателю Государственного Комитета Обороны, Верховному Главнокомандующему. Дорогой Иосиф Виссарионович, в боях за родину погиб мой муж, полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам. Для чего внесла в Госбанк на построение танка все свои личные сбережения. Танк прошу назвать боевая подруга и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофера, отлично владею пулеметом, являюсь варашиловским стрелком. Шлю вам горячий привет и желаю здравствовать долгие-долгие годы, на страх врагам и на славу нашей Родины. После ответа Верховного Главнокомандующего в мае 1943 года Октябрьскую направляют учиться в Омское танковое училище. Осенью того же года, сдав на отлично все экзамены, получив звание сержанта, Мария Васильевна вместе со своим танком, на башне которого красовалась надпись «Боевая подруга», была направлена на передовую. 12 октября силами Западного фронта была начата Оршанская наступательная операция. Ее целью было не дать отступающим немецким войскам группы армий «Центр» возможности закрепиться. Удар наносился на Витебско-Полоцком направлении. В боях у деревни Новое село 18 ноября 1943 года танк с надписью на борту «Боевая подруга» ворвался в ряды обороны противника. Умело маневрируя своей машиной, Октябрьская буквально громила немецкую оборону. Ей удалось раздавить артиллерийский расчет и глубоко вклиниться в расположение противника. Бой был жестоким. Экипажу танка удалось уничтожить до 30 фашистов, но и «Боевой подруге» тоже досталось. Ударом немецкого снаряда перебило гусеницу. Увидев, что танк остановился, немцы обрушили на него массированный минометный огонь, не давая танкистам вылезти и починить свою машину. До вечера «Боевая подруга» оставалась как неподвижная огневая точка, прикрывая атаки нашей пехоты. И только ночью танкисты смогли вылезти и поставить гусеницу на место. Еще в военкомате Октябрьскую отговаривали от ее намерения стать танкистом. Ее пытались послать на фронт медсестрой, но настойчивость и, конечно же, подпись Сталина позволили женщине добиться своего. Когда она в октябре 1943 года прибыла в распоряжение 26-й танковой бригады 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса, то командир Бурдейный Алексей Семенович снова попытался уберечь Октябрьскую. Он предложил ей место механика-водителя на своем командирском танке, который в атаке не ходил. Но жажда мести врагам за своего мужа не позволяли женщине идти на какие-нибудь поблажки. Воевать Марии Васильевне пришлось недолго. 18 января 1944 года в бою в районе станции Крынки Витебской области Октябрьская приняла свой последний бой. Гитлеровцы соорудили на востоке Белоруссии глубоко эшелонированную оборону и держались до последнего. В жестоком бою Октябрьской удалось раздавить два противотанковых орудия, но точным попаданием немецкого орудийного расчета был разбит левый ленивец, и вновь гусеница танка сползла на землю. Мария Васильевна, невзирая на опасность, принялась под огнем противника устранять повреждения, и ее тяжело ранило осколком мины. Санитарам удалось эвакуировать ее с поля боя в полевой госпиталь, где ей сделали операцию, но состояние здоровья Октябрьской постепенно ухудшалось. Марию Васильевну хотели эвакуировать в Москву, но она скончалась на рассвете 15 марта 1944 года. Перед смертью ее лично посетил член военного совета фронта Лев Захарович Мехлис и ее непосредственный командир майор Топок. Марии Васильевне Октябрьской вручили орден Отечественной войны первой степени, а также подарки и письмо от однополчан, в котором было написано «Здравствуйте, наша мама Мария Васильевна. Желаем вам самого скорого выздоровления. Мы глубоко верим, что наша боевая подруга дойдет до Берлина. За ваши ранения мы будем беспощадно мстить врагу. Через час уходим в бой. Обнимаем вас всех. Привет вам шлет наша боевая подруга». Мария Васильевна Октябрьская была похоронена с воинскими почестями в сквере памяти героев около Смоленского Кремля рядом с героями войны 1812 года, а 2 августа 1944 года ей было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Экипаж Марии Октябрьской закончил свой боевой путь под Кёнигсбергом. Трижды их танк подбивали, но танкисты в память о своей маме Марии Октябрьской каждый раз на каждом новом танке писали неизменные слова «Боевая подруга».